Новые исследования британских ученых и перспективы разработок израильских медиков, касающиеся здорового питания. Избыток жирной пищи, курение, нарушение обмена веществ стали причиной инфаркта в раннем возрасте. Ученые утверждают, что продукты, которые мы считаем полезными – сухие завтраки, свежевыжатые соки, обезжиренные йогурты – содержат огромное количество сладкого яда. В среднем современный человек ежедневно потребляет около 150 граммов сахара, что равняется 22 чайным ложкам. Большой выброс инсулина, например, в ответ на прием вот такой пищи, который полностью нарушает метаболизм привычный. И запускается, вероятно, некий каскад химических реакций, которые приводят к тому, что мы не совсем адекватно усваиваем те продукты, которые мы употребляем. Новые исследования британских ученых и перспективы разработок израильских медиков, касающиеся здорового питания. Избыток жирной пищи, курение, нарушение обмена веществ стали причиной инфаркта в раннем возрасте. Ученые утверждают, что продукты, которые мы считаем полезными – сухие завтраки, свежевыжатые соки, обезжиренные йогурты – содержат огромное количество сладкого яда. В среднем современный человек ежедневно потребляет около 150 граммов сахара, что равняется 22 чайным ложкам. Роль холестерина, она остается ведущей все-таки. И нельзя как бы не изводить его до нуля. Он просто является ведущим компонентом развития атеросклеротического процесса. И как бы по цепочке дальше развитие всех сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время диетологи во всем мире призывают не изобретать диеты, а питаться сбалансировано. Но израильские специалисты пошли дальше. Они уверены, универсального питания для всех не существует. Новые исследования показали – огромную роль в процессе обмена веществ играют кишечные бактерии. А их набор, как известно, у каждого индивидуален – почти как отпечатки пальцев. Это объясняет этот факт, что один человек спокойно может без вреда для талии съесть торта, а другому достаточно одной конфеты, чтобы набрать лишний вес. Последние несколько лет мы изучали влияние бактерий, которые живут в нас, и мы нашли взаимосвязь между здоровьем и болезнью. Это сложная система, связанная с их геномом. Именно от этого зависит реакция нашего организма на различные продукты. Ученые исследовали более тысячи человек. Каждый день специальный сенсор передавал информацию об их состоянии. На основании этих данных специалисты разработали алгоритм, с учетом которого можно предсказать ту или иную реакцию человека на разные продукты. Сегодня клинические исследования продолжаются, а в будущем специалисты планируют создать компьютерную программу, благодаря которой каждый из нас сможет подобрать свой идеальный рацион. И тогда здоровая диета будет у всех, но у каждого своя.